Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир и мы продолжаем приключения Кратоса в игре God of War, ребята, четвертая часть, как-никак, где топор мой, мы завалили огромную макаку, здесь она уже пропала, и открываем ворота и идем дальше. Область открыта, горный лагерь. Ну-ка, сразу осмотреться, может где что, не пропустить, 100 метров у нас до цели, мы идем на гору, это кстати лицо, смотри, в горе. Аптечку надо было, нет, брать? Сколько у меня жизни там? Погоди, а вот ящик живой, вот стоит ящик, почему я его не разбил? Не сможет серебро быть. И вот еще, смотри, что тут, какие-то механизмы. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Да, красиво здесь все равно, очень. А, ничего себе, смотри. А как это вот разбить? Почему я не могу это разбить, ребята? Как разбить? Может ярость включить? Не включается. Либо это может быть на каком-то другом уровне сложности проходить надо, либо топор какой-то другой улучшить или что-то сделать. Сжечь как-то надо здесь все. Так, аптечку все-таки правильно, что забрал. Пошли. Все за мной, сын, быстрей. Это дым? Похоже дым. Так, подожди, стой. Там что-то было. Отойди, сын. Что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна. И обойти нельзя. И обойти нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Но он сверху идет изо рта. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь. Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Выполнено задание. Путь к горе. Другой мир, следуйте за ведьмой. Так, погоди. А вот здесь что-то может быть? Я здесь должен осмотреться. Лишь ненадолго. Еще сундук. Вот лучше бы она мне помогла сундук этот открыть. Ну-ка, я смогу туда прыгнуть? Там какой-то камень, смотри, наверху. Красный. Ого, как далеко. Топор, вернись. Ладно, пошли за ведьмой. Стоп. Не, ну она следила за нами, да? Появилась, когда только про нее заговорили. Используем это. Грейфа. Вот она может также сундуки открыть. Синдри. Гному подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Просто поверни. Подожди, стой. Я хотел вот так сделать, но не нажималось до этого. Вот, видишь, как серебро может лежать в таких... В таких кувшинах и в ящиках вот этих. Покрути. Покрути. Вот, видишь? Да, подъемник нормальный. Поехали. Вон два скелета висят. Так он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор. И грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят. И убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Ты веришь, говорит, в Рагнарёк? Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки. А мы вон куда пришли обратно. Мы же отсюда начинали. Я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мёртвый язык. А, печально. Ну и что? Открываем ворота? Тише... Окей. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были, перебраться назад нельзя, видишь? Да что ты... Сейчас покажу. ты смотришь лёс он твердый эльфы строили моя тетива пропитана светом альфейм и может пробуждать магию эльфов он не исчезнет под нами нет пока свет свободный идем погодите погодите меня подожди не ну нормально не бывает хороших богов я думал ты понял подожди а если я бог пацан тоже бог ну-ка вот он в тот раз прочитать не мог может быть сможет в этот раз а и вот здесь этот штуки вот эти дым мы спускали ядовитый сейчас они как будто бы чем-то укутаны так а вот эту мы открыли пацан записал пацан записал эту надпись он себе сохранил давай выходим мы сейчас наверно к броку уже обратно идем храм тюра тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров прекращая вражду между ними что-то не прекратилось вражда на нас везде нападают особенно мертвяки всякие восставших мертвецов и правда все больше когда-то эти дороги были многолюдны теперь же люди покинули эти края или попрятались остались только разбойники эти выживать умеют так ну-ка зачитаем а что новое погоди что-то где-то новое та цель в урм выглядит как помесь кошки с ячером это мы видели так подожди ну ладно идем дальше куда она нас ведет все что водит водит ну какая-то буква горит вон там ну нет конечно конечно же я не докинул так давай своим луком своим луком нам дорогу сделать куда ты смотришь там поговори со мной куда ты или мне спуститься на здесь по лестнице и поверните на вот так высказала сразу конечно спустимся давай стреляй дай нам лук такое восстановить мост мы сейчас что-то восстановим давай поможем ей я сильный я могу все поехали давай целый мост сейчас столкну прикинь вот это есть сильный ну а кто нет он у меня сильный насчет мертвецов их называют скитальцами но кто они это просто несчастные души которым нет ни покоя ни суда как магия ванов может воскрешать да ванны это умели но сейчас магия ни при чем нашествие мертвых лишь сигнал того что в мире что-то разладилось что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы это все что я знаю наверняка сколько можно ехать то уже может быть какой-то механизм был бы чтоб толкался сам другой мир следуйте за ведьмой погнали я не сорвал спину ну чё я сорву спину то есть я здоровенный такой все расы принимали в этом участие последний раз когда жители всех миров работали вместе дальше была лишь вражда ну а все заходим тогда да ты хочешь чтобы я зашел давай стреляй сейчас пойдем дальше заряди заряди как-нибудь лук как получите свет альхейма напитая его силы не забудь все теперь пацан тоже так умеет делать да супер теперь мы и без нее справимся давай открывай ворота не пойдешь с нами я попробую но кое-кто не хочет чтобы я покидала мига почему боги меня не жалуют здесь так темно этот храм спал под водой почти 150 зим теперь чтобы пробудиться ему нужен лишь свет бевреста комната перехода переместитесь в альфхейм ну давай пошли медленно идет конечно 150 лет прошло нет это корни великого мирового древа благодаря им возможно путешествовать между мирами реально фонарик какой-нибудь дали бы бродить подойди к столу как это работает вам нужно это беврест он открывает путь меж мирами он может поймать удержать и перенести свет альхейма помести беврест сюда давай открывай сейчас что-то откроется может светлее станет подожди дай храму время пробудиться от долгого сна из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами то что вы видите перед глазами представляет собой этот храм а также все башни девяти миров которые окружают озеро все миры существуют в одном пространстве как отражение друг друга эти двери башню озеро все девять миров тесно переплетены и все они находятся на ветвях мирового древа разделяет их свет альхеймы в бевресте в этом зале вы можете управлять светом а это мировое древо это всего лишь его изображение нет и гдрасиль на самом деле куда больше древо жизни связано с судьбой всех миров а мы связаны с ним древо питает наши почвы росы с его листвы наполняют озера и реки корни мирового древа дают жизнь всем созданием на его ветвях его сила вплетена в саму ткань жизни рождение рост смерть возрождение каждая нить тянется сквозь пространство тянется сквозь время каждая возвращается к древу ну так это работает но тебя ведь больше интересует практическая сторона да ну что ж мост который вы толкали сейчас направлен в сторону ваннахейма поверните колесо туда куда нужно нам вальфхейм ваннахейм мир недоступен один закрыл проход в этот мир руностранстве не сработает так а как по вращать то я чуть нажал не понял куда как повращалась это все выбери куда отправиться для каждого мира есть путевая руна открывающая в него мост я покажу вам руну альфхейма теперь вы можете направить мост к башне надо нам куда вообще не пойму альфхейм нам туда надо что ли мы готов не забудьте взять его нельзя терять понятно теперь мост изменит направление и откроется мир между мирами ничего себе как придумано все так мы в этот вальфхейм получается идем правильно видишь огромный кристалл в каждом мире есть такой он фокусирует и усиливает силу беврёзки создавая мост в этот мир поэтому путь меж мирами можно открыть только из этого зала а как же башню который не достает башня йотунхейма пропала из всех миров более ста зим назад когда великаны исчезли из мидгарда никто не знает куда она делась и куда ушли великаны выполнила другой мир две тысячи опыта дали круто так мы мы куда сейчас при получается попали то есть мы застряли у такого как ты не будет проблемы с возвращением мидга и мы сможем прогнать черное дыхание да если добудете свет альфхейма так ладно похоже надо выходить пока пока ничего не понятно все запутано куда-то в какой-то мы другой мир сейчас попали альфхейм так это что это нет это нам не надо это сюда вернуться потом или отсюда можно как-то улететь к броку а вот его лавка похоже да только его нет самого все выход вот ничего вроде нормальный мир зелененький добро пожаловать в альфхейм как вы заметили свет он едва виден что-то не так видишь столб света на горизонте он будет в самом центре храма там то что нам нужно не 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 а куда ты что происходит все она улетела куда-то а почему почему так произошло почему она не пошла с нами она не погибла правда да нет конечно нет вряд ли идем так надо нам идти в этот к этому столб столпу света держись мостюра ничего не трогай и она сказала надо шагнуть прямо в этот свет найдите путь к свету так главное топор со мной все дела то какие ребят все это отлично главное взять с собой топор что проходи дальше погоди вот тут штука какая-то светит это просто разрубить надо было еще одна вот это что это не наше дело соберись послушай так это вот кусок моста получается он всегда с нами ездит да вот эти статуи мы же тут пробегали просто все обросло как будто бы ну-ка почитай иди что написано что-то про войну за свет не понимаю если свет нужен обеим сторонам почему не поделиться жадность вечная война ради торжества света того самого света который нужен нам для бевреста это вот то что он сейчас вычитал ходят многие войны а вот смотри вот эта штука надо ее сбить и что я могу туда пройти нет а подожди вот сундук же открылся так пока что собираем все серебро которое нам попадается надо будет сходить в лавку торговца и выковать себе что-то новенькое на топоре там смотри кто-то летает они убивают светлых эльфов это война ее финал эти проиграли ну-ка на сейчас от рей его стрельнет ну эй ребята вы чё делаете сейчас я топор возьму все будет хорошо на так ты лежи отдыхай подожди вот этого надо добить он чуть-чуть ему жизнь то осталось там иди сюда вот и все так ну можно аптечку забрать в принципе будут еще подожди она зарастает темный эльф в отличие от светлых обитателей альх такие названия альфхейма темные эльфы предпочитают темные места может поэтому они хотят спрятать свет они умеют летать довольно умны и способны согласовать свои действия в этом они превосходят большинство врагов с которыми нам доводилось драться их оружие эффективно как ближнем бою так и на расстоянии прямо как папин топор ребята папин топор это самая лучшая штука в этой игре папин топор так вот это живность она зарастает и похоже надо бить две сразу точно меч можно взять отдай что-то сказал нет ничего не говорил вот сундук я уже чуть не убежал хотел ту сторону что за фрагменты я уже не помню надо четыре штуки собрать ладно пускай будем собирать а там будет видно все дальше идем но не забываем осматриваться потому что может быть что-то интересное здесь взять так вон там можно сбить метки компаса если компас стал золотым значит цель где-то близко внимательно осмотритесь поисках подсказок очень близко так подожди а как 2 сразу цепануть а их тут даже 3 их тут даже 3 а это брат брока я забыл как его зовут давай топору лучше мы же взяли там штучку погоди погоди стой чуть не то а вот камни воскрешения используйте купленные камни воскрешения трей может оживлять погибшего кратаса перейдите в раздел покупки нажав так нам нужен этот камень да нажмите для просмотра доступных камней камни воскрешения существует несколько типов камней воскрешение одного однако отрей может носить с собой только один такой камень перед покупкой нового камня вам нужно избавиться от Истратив его в бою Или продав в лавке Так, ну давай простой камень воскрешения Требуется 1000 серебра Волшебный камень, оживляющий Кратос с небольшим запасом здоровья Нажмите квадрат, чтобы использовать одновременно У вас может быть только один камень воскрешения Так, ну давай купим Обычный предмет Так, ладно, все, взяли Здесь будет показан Купленный камень воскрешения Там, вот справа, так я понял Есть Волшебный камень, так, это все, это мы взяли Недоступно, все, он у нас есть Чары, ну-ка с чарами что Символ угрозы, чары повышают живучесть на А это навсегда или нет Давай используем Силы теней Повышают удачу Создать обычные чары Так, это что такое, зачарованный порошок нужен Случайно выбранную характеристику Так, ну я предлагаю, допустим Что-нибудь взять Давай живучесть Не, ну, хотя, погоди Нам бы сейчас Символ угрозы Так, а куда его, как ставить эти символы Или это он уже Уже у нас, да, я что-то не пойму Пока не понял Ладно, разберемся Мне надо сейчас что сделать Мне топор надо улучшить Замерзшее пламя Вот, мы то, что искали, мы нашли Давай топор улучшим Успешное улучшение На закладке навыки доступны новые способности Еще надо замерзшее пламя Ну это опять кого-нибудь Пригрохать надо Помощнее, типа обезьяны той Так, коготь, что с когтем? Недостаточно ресурсов Прочная сталь Вот ему нужна сталь Колчан когтя На ускоренное восстановление стрел О! Ускоренное восстановление стрел Слушай, давай возьмем Вот эта штука Вообще, ну она хорошо Нам поможет Так, это сделали Нагрудная броня Чародейская накидка Нет, ну она для восстановления Броня для рук Что-то появилось новое Так, что из этого А, вот сталь можно использовать А у нас есть, кстати, сталь Вот эта, мягкая сталь Там другая какая-то еще была сталь Так, плюс 8 защиты Минус восстановление Не пойдет Вот, вот это лучше, да? Браслеты для рук Давай вот эту сделаем А, это улучшить можно Улучшить Это улучшение, что ли? Блин, может быть не надо улучшать, тратить Ладно Пускай Может быть что-то потом Если найдем, лучше поставим Лучше Чародейские набедренники Вот это вот на нас сейчас Можно улучшить в принципе Так, а я один раз улучшил Могу я еще раз улучшить? Можно еще улучшать Ну я что-то Пока, наверное, не будем тратить Ну-ка, талисман еще там был Талисман для чего? Так, броня Так, 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 так Что-то много всего Столько навыков тут еще Что-то еще открылось Это из-за того, что топор Третьего уровня теперь Ладно, пока оставим серебра Хватит Мы и так в принципе мощные Давай сообразим Как вот эти три штуки Зацепить одновременно А, ну в принципе Они на одной линии находятся Вот и все Вот и все И пойдем бродить дальше Дальше Так, это лодка Мы поплывем куда-то? Ладно, мы поплывем, ребята Но это будет в следующей серии Всем спасибо за просмотр Поставьте лайк видео Подпишитесь на канал Нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить Уведомления о новом видео И всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok